Вы смотрите Время новостей. В студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Главы сельских поселений отчитываются о проделанной работе за 2019 год. В клубе «Станица Отважная» собрались заместители главы района, руководители различных служб и ведомств, жители поселения, чтобы заслушать доклад Романа Слепенко и дать оценку работе местной власти. В отчетном докладе глава Отважненского сельского поселения Роман Слепенко коснулся всех сторон жизни и экономической деятельности территории в 2019 году и озвучил планы на 2020 год. Подводя итоги работы 2019 года, активность проявили все вновь избранные депутаты Совета, без исключения. Впереди у народных избранников много работы и главная задача регулярно общаться с людьми, знать их проблемы и еще активнее включаться в решение поселенческих проблем. Перед участниками сессии выступили и депутаты поселенческого совета, и участковый. От имени исполняющего обязанности главы района Александра Семерикова его заместитель Галина Цинбал поблагодарила главу поселения и жителей за проделанную работу. «Хочу сказать, что от имени Александра Александровича Семерикова передать вам о том, что такие встречи у нас будут регулярными. Вот сходы, которые мы проводили с вами в 2019 году, они будут продолжаться и дальше. Александр Александрович обязательно к вам приедет, повстречается с каждым. Мы видим активности депутатского корпуса администрации Лобинского района и те дела и стремления, которые Роман Анатольевич воплощает в жизнь. Поэтому оценка Романа Анатольевича от аппарата администрации Лобинского района Александра Александровича Семерикова просила вам передать оценку. Мы даем удовлетворение». За год в поселении сделано немало, но выполнить это не удалось бы без активистов и общественников, которые поддерживают главу поселения. «Хочу сказать и признать работу нашего главы администрации, также аппарата нашего от Вожинско-сельского поселения удовлетворительной. Но я надеюсь, что они в дальнейшем еще будут развиваться, приумножаться, прислушиваться, и мы об этом надеемся. И я так думаю, считаю, что это все сбудется». «Работу главы, конечно, оцениваю удовлетворительно. Все хорошо. Я надеюсь, что у нас через два годика никто не узнает нашу станицу, как все будет здесь хорошо». Лилица Океан, Игорь Бычков, телекомпания «ЛАБА». Следующим отчет о проделанной работе предоставил Николай Шумский. Харьковское сельское поселение – одно из самых маленьких в районе. На его территории проживают порядка 600 человек. Какие изменения ждут местных жителей, они узнали на отчетной сессии. В первую очередь Николай Шумский доложил об экономическом развитии территории, обозначил одну из главных проблем поселения – трудоустройство. Многие жители работают за пределами района и края вахтовым методом. Глава уверен, что найти работу можно и в поселении, в том числе у индивидуальных предпринимателей. В одном из хозяйств реализуется долгосрочный инвестпроект приобретения сельхозтехники. Покупка техники, приобретение техники приводит к тому, что у нас люди, в принципе, идут работать, и увеличивается штат в этих предприятиях. Ну и на сегодня и кедр, в частности в кедре требуется, и трактористы, и водители требуются, и просто рабочие. Как бы, вот когда говорят о безработице, просто вот можно найти работу, можно. Не надо никуда-то далеко ехать. Приезжает с кедра газель, забирает. В своем докладе глава поселения подробно описал, из чего складывается местный бюджет. Основная часть доходов – налоги, в том числе земельный. В структуре собственных доходов составляет 42%. Что касается расходной части бюджета, в 2019 году она достигла 6 миллионов. Это 93% от утвержденного плана. Не в полной мере использованы средства Дорожного фонда. Оставшуюся сумму направят на софинансирование программы развития автомобильных дорог. В рамках празднования 75-летия Великой Победы своими силами произведут косметический ремонт памятника павшим воинам. Но этого недостаточно. Объекту необходима капитальная реконструкция. Планируется мероприятие по подготовке пакета документов. И более того, я скажу, в декабре 2019 года и вот сейчас, в январе 2020 года, из краевого БТИ получено техническое заключение о том, что памятник, то есть мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны является капитальным строением. Относится к объектам недвижимого имущества. Готовится сейчас заявка на изготовление технического плана, после чего объект будет поставлен на кадастровый учет и оформлено право собственности. В плане развития территории Николай Шумский выделяет основные направления. В 2020 году мы планируем, в первую очередь, войти в программу устойчивого развития сельских поселений, согласно которой войти в программу по капитальному ремонту улицы Советской. В течение 2018-2019 года мы сделали документы, проектно-сметную документацию. Затем в данный момент экспертиза уже практически готова. И вот это в первую очередь, где подразумевает не только строительство и асфальтированные дороги, но и тротуаров. Кроме того, мы планируем заменить все светильники поселений на светодиодные. Это даст экономию и использование средств, что скажется не только на этот год, но и на следующие годы. То есть вот это направление. Ну и бюджет поселения очень небольшой, поэтому планов, конечно, много, но ограничивается. Постараемся вступить в программы, которые и по спорту, чтобы мы построили спортивную площадку, и по-другим постараемся, где можно, по ТОСам, что-то сделать. Работу главы Харьковского поселения депутаты признали удовлетворительной. Свою оценку дал заместитель главы района Евгений Олейников. В 2019 году работа была проделана. Вопросы, конечно, проблем много. Это о чем свидетельствуют вопросы с мест. Николай Федорович, безусловно, что люди же не требуют заоблачных каких-то проблем, решений. А в житейской все памятник, учитывая, что на 75-летие Победы в этом году отремонтировать, сделать тротуар, это положено, потому что детишки ходят в школу. Поэтому этим надо заниматься в ежедневном режиме. Работа есть, она плановая. Я надеюсь, Николай Федорович, что и в 2020 году будут проводиться мероприятия, которые будут направлены, прежде всего, на улучшение благосостояния как самих жителей, так и сельского поселения в целом. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Меры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений и районного штаба по координации деятельности народных дружин. На заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений и районного штаба по координации деятельности народных дружин первым вопросом рассмотрели противодействие незаконной миграции. Контроль за проживанием и пребыванием иностранных граждан, за осуществлением ими трудовой деятельности осуществляется несколькими способами, как мониторинг, так и непосредственно выездные, плановые и внеплановые проверки. Были привлечены работодатели, 19 человек, за нарушение правил привлечения иностранных граждан. Об эффективности борьбы с суицидальным поведением несовершеннолетних доложил Виктор Вараксин, временно исполняющий обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Лобинскому району. Взаимодействие у нас также осуществляется с управлением образования по мониторингу суицидальных настроений среди несовершеннолетних. В случае, если есть такая проблема по результатам исследований психологами, проводится работа с данными несовершеннолетними, их родителями. Об итогах работы народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности доложили главы Отважненского и Упорненского сельских поселений. Дружина осуществляет оказание содействия органам внутренних дел по охране общественного порядка, это и патрулирование по детскому закону, и охрана общественного порядка во время проведения, в том числе массовых мероприятий и так далее. На сегодняшний день проблемных вопросов нет. В состав дружинников у нас мы брали из людей неравнодушных, это активные жители станицы. Выявлено явных нарушителей у нас не было, потому как уклад за последнее время в станице сложился, все довольно спокойно, нет возмутительного спокойства. Подводя итоги, заместитель главы района отметил, что заседание носит обучающий характер. Оно направлено на устранение недочетов, возникающих в работе профильных органов. Основная задача – сделать ее более слаженной и оперативной. На фоне других муниципалитетов у нас более-менее дела нормальны, но тем не менее есть куда нам двигаться, над чем работать. Алина Гринь, Людмила Никонова, Игорь Бычков, телекомпания «ЛАБА». Таким был сегодняшний выпуск. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.